ВОЕВАТЬ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ Перевооружение военных сил новой технической базы идет по всей стране. Сегодня мы вручили четвертый комплект, батальонный комплект новой техники БМД-4М, БТРМДМ. Вообще до конца года планируется нам еще поступить всего 150 единиц БМД-4 вместе с БТРМДМ. Это четвертый комплект. Два комплекта мы вручили уже 106-й водоушесантной дивизии. Командующий вручил это Рязанскому парашю-десантному полку. И два комплекта вручили нашей прославленной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. И планируют еще до конца года один комплект вручить 76-й десантно-штурмовой дивизии. БМД-4М и БТРМДМ пришли на смену устаревшему предшественнику – боевой машине «Десанта-2», которая долгое время являлась основным оружием ВДВ. Современные технологии позволили новой модели во многом усовершенствовать тактику и технические характеристики. Теперь боевая машина может уничтожать противника на расстоянии до 5 километров, вести огонь в закрытой позиции и по воздушным целям. А на трассе 4М способна разогнаться до 70 километров в час, что весомо для такой артиллерии. Вес этой машины порядка 14 тонн. Только представьте, эту махину можно десантировать с неба прямо на землю. А управлять ей, оказывается, не сложнее, чем велосипедом. Кроме того, машина не имеет аналогов во всем мире. По случаю в 31-й бригаде составился праздничный митинг. Около 50 новых боевых машин десанта 4М, бронетранспортеры или, как их еще называют, ракушки, под звуки военного оркестра выстроились словно по стойке смирно. Соблюдая военную дисциплину, рядом стоят и личные составы, в каждом из которых по три десантника. Поздравить с днем ВДВ и пожелать успешного освоения новой техникой военнослужащих приехал председатель регионального правительства Александр Смекалин. Мы горды тем, что уже 20 лет на территории нашего региона базируется данная бригада. Спасибо большое, Владимир Анатольевич, вам и вашим коллегам за постоянное совершенствование боевой и социальной инфраструктуры данной бригады, которая позволяет находиться в постоянной боевой готовности и совершенствовать свои боевые навыки. В торжественной обстановке медалями и орденами за отличие приведений в эксплуатации современных образцов техники отметили гвардии сержантов. После официальной части слово взял помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Павел. Священнослужитель осветил и богословил бронетехнику на долгую службу. Закончился митинг праздничным шествием всех подразделений 31-й бригады. Субтитры создавал DimaTorzok